Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Алексей Мордасов. Здравствуйте, Алексей Владимирович! Добрый день! На территории региона установилась жаркая погода. А какая ситуация в регионе с природными пожарами? В настоящее время на территории Рязанской области зарегистрировано 500 палов сухой травянистой растительности на площади примерно около 700 гектаров. Наибольшее количество ландшафтных пожаров произошло в Михайловском, Рязанском, Спасском районах Рязанской области. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то произошло в этот же период 1450 пожаров на площади 3300 гектаров. А что чаще всего является причиной лесных пожаров? Ну, причиной лесных пожаров зачастую является человеческий фактор, а также природные явления. Вот в этом году уже произошли пожары, вот гроз. И поэтому не до конца еще граждане понимают, что при введении особого противопожарного режима и непосредственно посещение гражданами лесов, также въезд транспорта запрещается. Но, как говорится, иногда это не доходит до граждан, вот, и люди нарушают требования пожарной безопасности, устраивают пикники, разводят костры, вот, и поэтому происходят пожары, вот, и в этом году уже зарегистрированы пожары, и они расследуются дознавателями. Какую работу проводит Главное управление для снижения количества природных пожаров? Ежегодно с наступлением пожароопасного периода Главное управление МЧС России во взаимодействии с правительством Рязанской области, во взаимодействии с органами внутренних дел, органами местного самоуправления проводят большую профилактическую работу. Значит, так, значит, к примеру, сотрудники совместно с подразделениями федеральной противопожарной службы, с работниками пожарной охраны субъекта Российской Федерации проводят профилактическую работу непосредственно в жилом секторе, проводим подворовые, поддомовые обходы. Кроме этого, выступаем на сходах собрания граждан, где население предупреждаем об опасности пожаров, какие, значит, пожары уже произошли на территории региона, доводим эту информацию, а также какие последствия могут быть, в том числе о фактах гибели, травмирования людей, об материальном ущербе, который, значит, возникает в случае возникновения пожара. Кроме этого, мы проводим работу также и в образовательных учреждениях региона, где до детей доводим непосредственно информацию, как нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Большая работа проводится также и с органами местного самоуправления, и добровольными пожарными, которых мы также обучаем, как правильно разъяснять меры пожарной безопасности, особенно в условиях особого противопожарного режима. Ну, а также мы взаимодействуем с телекомпаниями, с ТВ, радио, интернет-изданиями. Также много информации у нас публикуется на официальном сайте Главного управления МЧС России, где также доводим все самое необходимое, что необходимо знать в этот пожароопасный период. Вообще, что такое особый противопожарный режим? Какие он предусматривает требования дополнительной пожарной безопасности? Значит, согласно федерального закона о пожарной безопасности, особый противопожарный режим – это дополнительные меры, которые устанавливаются нормативно-правовым актом органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при повышении пожарной опасности на закрепленной территории. То есть, какие дополнительные меры могут быть? Значит, это запрет въезда в леса, значит, также посещение может быть запрещено гражданами лесов, также усиливается профилактика пожаров на закрепленных территориях. Кроме этого, значит, возможно, для того, чтобы ограничить распространение лесных и ландшафтных пожаров, увеличивают опашку противопожарную населенных пунктов. Население привлекается для тушения ландшафтных пожаров вне территории населенных пунктов. То есть, вот весь комплекс мероприятий, он предусматривается нормативно-правовыми актами. Кроме этого, в условиях особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, также пожнивных остатков и также запрещено жарить шашлыки в этот период. Какие будут последствия для граждан и должностных лиц, если их поймают за разведением костра и использование открытого огня в условиях особо противопожарного режима, который у нас в регионе? В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в соответствии с частью второй статьи 20.4 КОАП РФ, граждан-нарушителей ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностных лиц штраф от 20 до 30 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели понесут наказание в виде штрафа на сумму от 60 до 80 тысяч рублей, а юридические лица от 400 до 800 тысяч рублей. Если же путем неосторожного обращения с огнем либо иными источниками повышенной опасности будет уничтожено или повреждено имущество на сумму, превышающую 250 тысяч рублей, то, соответственно, по данному факту будет возбуждено и будет расследоваться уголовное дело, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации, и виновному лицу придется платить полный ущерб, который он нанес третьему лицу, и, соответственно, будет привлечен уже к уголовной ответственности максимальный штраф 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до одного года. С начала пожароопасного сезона выявили каких-нибудь правонарушителей за разведением костров и привлекли ли их к административной ответственности? Да, с 1 апреля текущего года сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области пресечено и составлено 73 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 КОАП РФ. По результатам рассмотрения предупреждено 57 физических лиц и оштрафовано 15 физических лиц на сумму 130 тысяч рублей. Кроме этого, мы всегда направляем информационные письма как в органы власти, так и в организации предприятия с целью предупреждения пожаров и информируем их, какие уже пожары произошли в этот период и есть ли рост пожаров, так сказать, и чтобы уже органы местного самоуправления приняли какие-либо дополнительные меры по недопущению и распространению пожаров. Работа по выявлению нарушения требований пожарной безопасности проводится ежедневно, значит, особенно усиливается работа по выявлению нарушителей в выходные либо праздничные дни, так осуществляются выезды по местам скопления отдыхающих, да, совместно с сотрудниками полиции, совместно с органами местного самоуправления, ну и также сотрудники наши выезжают, и выявляем нарушителей. Но также самое главное предупредить и доводим до населения необходимые элементарные требования пожарной безопасности в этот период. На вашей памяти когда неосторожное обращение с огнем приводило в регионе к масштабным пожарам? Если вспоминать прошлые года, то в сентябре 2015 года в поселке Кустаревка Сасовского района в результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар внутри населенного пункта, и в результате сильных порывов ветра данное пламя распространилось на жилые и нежилые строения. И пожар принял такой масштабный характер, распространилось буквально на 16 жилых и нежилых строений с надворными постройками. И по данному факту впоследствии дознавателями было возбуждено уголовное дело, оно расследовалось во взаимодействии с сотрудниками полиции. И для установления только очага пожара требовалось использование инструментария испытательной пожарной лаборатории, выезжали эксперты из лаборатории. А очаг был установлен тогда, когда мы подняли в воздух квадрокоптер, и тогда уже, когда сделали не один десяток снимков, и, соответственно, была установлена только очаговая зона, именно вот когда применили квадрокоптер. В то время было опрошено в рамках дознания более 100 жителей населенного пункта, участники тушения пожаров. То есть, было возбуждено уголовное дело, и расследовалось, и было принято процессуальное решение по нём. Из последних пожаров – это апрель 2021 года, когда в деревне Марина Тшатского района произошёл пожар внутри населенного пункта, также от неосторожного обращения с огнём. И, опять же, ветер, который поднялся в населённом пункте, пламя распространялось по сухой траве, и огнём было уничтожено 15 жилых домов и 20 хозяйственных построек. И также, по данному факту, было возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса, совокупный материальный ущерб составил 11 миллионов рублей, а площадь пожара составила более 1800 квадратных метров. То есть, вот такие пожары были у нас. Ну, и нужно вспомнить также пожары 2010 года, когда были сплошные пожары, и были зафиксированы пострадавшие при пожарах, погибшие, но и сотни сгоревших строений. Вот, поэтому такие вот пожары имели место быть. Хотелось бы, чтобы таких пожаров больше на территории региона не было. В этом году уже были зарегистрированы пожары в лесах? Да, органы дознания Федеральной противопожарной службы зарегистрировали 10 пожаров в лесах. Вот, на площади 13 гектаров пожары. Значит, ущерб от пожаров составил 397 тысяч рублей. Причинами пожаров явились неосторожные обращения с огнем. Значит, в шести случаях грозовой разряд в трех случаях. Ну, и один пожар произошел по причине поджога. Вот, в настоящее время по всем фактам проводятся процессуальные проверки дознавателями. По одному факту, который произошел в Шиловском районе, значит, возбуждено уголовное дело. По признакам преступления по части 1 ст. 261 Уголовного кодекса. Вот, в настоящее время проводится дознание. Алексей Владимирович, может быть, в завершение интервью вы обратитесь к телезрителям, чтобы предупредить их о последствиях природных пожаров? Да, хотелось бы обратиться к жителям и гостям Рязанской области, что соблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, оно актуально. Мы уже помним пожары 2010 года, пожары 2022 года, когда в результате неосторожного обращения с огнем либо пренебрежения правилами пожарной безопасности происходили пожары, гибли люди, уничтожались леса, поэтому соблюдайте требования пожарной безопасности, и тогда ваше имущество, имущество ваших близких, соседей, а также жизни и здоровья граждан будет в порядке. Спасибо, Алексей Владимирович, что пришли к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи». Я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»